В аэропорту Благовещенска строительство второй полосы сдвинулось с мертвой точки. Проект откорректировали и пригласили нового подрядчика. Ранее возведения прекратили из-за грубейших ошибок в плане. Власти надеются, с прихода нового исполнителя, у которого большой опыт в строительстве взлетно-посадочных полос, работы пойдут активными темпами. В ближайшие 15 минут поговорим и на другие темы. Меня зовут Кристина Добровольская. Здравствуйте. Джентльмены и оптимисты с лопатами. На защиту Владимировки от паводков стали до прихода в село Большой Воды. Поезд тронулся. Благодаря мультимодальному сервису грузы из Поднебесной путешествуют по России с комфортом. Зарядка с погонами. Благовещенские полицейские заставили попотеть городских школьников и дали им в руки клюшки. Амур в районе Благовещенска вырос на 46 сантиметров за сутки. Его уровень на 12 августа – 606. Зея в районе областного центра – 540. Она прибавила 66 сантиметров. Пойма затоплена на 90. До критической отметки далеко. На дороге села Владимировка заполонила техника. В том числе мобильный комплекс оповещения населения. Жители обращаются за помощью к спасателям. Зачем рано утром туда отправились волонтеры из Благовещенска, расскажет Екатерина Борисова. Волонтеры, спасатели, местные жители – все здесь работают как единый механизм. Готовят мешки для дамбы на совесть, как будто проблема касается лично каждого. Одномоментно противостоять возможной большой воде вышло 149 человек. Но число рабочих рук растет каждую секунду, ведь здесь важна помощь каждого. Местный житель Анатолий Косицын проходит это испытание не в первый раз. В прошлом году большая вода приходила дважды. И в некоторые дома проникла, несмотря на рукотворные дамбы. Поэтому сельчане провели работу над ошибками. И в этом году работают с поправками. Укрепляют слабые места. И в душе надеются, события будут развиваться не по самому худшему сценарию. Да, улица будет наша потоплена, в дома вода войдет однозначно. Ну, одна надежда, что воды столько не будет. Ну и работаем над дамбами, берега укрепления. Вчера в группе скинули сообщение, что нужно поработать. Вышли, работаем. Да настроение всегда боевое. Собираются в основном оптимисты. Пессимистам тут делать нечего. Да, они не выходят, как правило. По-боевому настроенные благовещенские волонтеры. Тоже работают на опыте. Причем девушки готовы действовать наравне с парнями. Но джентльмены все же берут тяжелую работу на себя. Слабому полу остается только подавать и завязывать мешки. Мы с командой в составе семи человек приехали помочь построить дамбу во Владимировке. Настроены мы очень хорошо. Всегда поможем с радостью. Люди здесь всегда отвлекаются. Также всегда помочь готовы. Мы работаем два дня уже. И очень много увезли мешков уже. На помощь тем, кто готовится встречать паводок с голыми руками, пришла и техника. 35 единиц. Грузовики увозят наполненные мешки. Самосвалы пополняют песчаные резервы. Экскаваторы ковшом сгребают дамбу у дороги. Работают на опережение. Хотя специалисты, как и местные жители, больше склоняются к тому, что река до максимальной цифры не дойдет. Этот паводок у нас отличается от паводка в прошлых лет тем, что он быстротечный. Мы видим, что вверху все падает, поэтому волна пройдет. Амур за собой зею утянет. По всем прогнозам, я, конечно, не отменяю прогнозы ЦГМС, но тем не менее, по всем нашим подсчетам прогнозам, воды придет сюда меньше. Меньше мы ожидаем, я думаю, не больше 650. При этом уровне у нас дома затопиться не должны. По словам специалистов, при этом уровне зеи жилые дома не пострадают. Строят дамбы, убирают ценные на верхние этажи, крыши в превентивных целях. Сельчане все-таки научены горьким опытом 2013 и прошлого года. Знают, лучше перестраховаться и не паниковать. Екатерина Борисова, Виталий Антонюк, программа «Город». Что касается ситуации по области в целом, в регионе идут восстановительные работы. Так открыли проезд одной полосе трассы Зея-Тыгда. Движение организовано в реверсивном режиме. Участок подъезда к мосту через реку Малая Грязнушка на 40-м километре трассы Зея-Тыгда оставил Зейский район без транспортной доступности. Организовывали авиамост. Людей перевозили через перемыв на вертолете. Дорожные рабочие заранее подготовились к восстановительным работам, завезли на участок необходимый материал и спецтехнику. После снижения уровня воды приступили к ремонту. Вообще, как сообщил губернатор региона Василий Орлов, на заседании КЧС в ближайшие дни предстоит выполнить большой объем восстановительных работ на севере области. На 12 августа в Магдагачинском районе без транспортного сообщения остаются 4 населенных пункта. Создано лодочное переправа. Без воды останутся несколько домов в микрорайоне. Коммунальное благо отключат на трое суток. Подачу остановят в 8 утра понедельника, 15 августа, и вернут в 8 утра 18 числа. Отключение необходимо для ремонта сетей холодного водоснабжения на Кантемирово от Институтской до Воронково. Так, без коммунального блага останутся жители домов на Воронково 8, Кантемирово 18-1, 19, 23, 23-1, 23-2, 23-3 и 4. Жителей просят запастись водой. Кроме этого, с 16 августа ее будут подвозить дважды в сутки, утром и вечером. Автомобиль будет стоять во дворе дома на Кантемирово 23. На Красноармейской между Лозо и Пушкина днем загорелся дом. Справиться с огнем удалось оперативно. Сообщение о возгорании поступило в 2 часа дня. На место оперативно отправили спасателей. Оказалось, что на Красноармейской в районе дома 8 горит нежилое строение. Усмиряли пламя 13 пожарных на двух спецмашинах. Ликвидировать очаг удалось в считанные минуты. Никто не пострадал. Причины произошедшего установят специалисты. Другой деревянный дом в областном центре уничтожил не огонь, люди. По поручению мэра Олега Емамеева. Старый дом на свободной 23 находится в собственности муниципалитета. Городские полицейские ранее рассказали Олегу Емамееву, что заброшка представляет опасность для несовершеннолетних благовещенцев. И вообще там могут собираться маргинальные личности. В прошлую субботу во время объезда столицы Преамурия мэр осмотрел деревяшку и поручил специалистам ЖКХ оперативно ее убрать. К работам приступили сегодня. После того, как постройку разберут, территорию расчистят. Напомним, в поле зрения межведомственной комиссии попали и другие здания в Благовещенске, которые притягивают детей. Многие из них в собственности с владельцами ведут работу. И к другим темам. Доставлять груз из Китая в Центральную Россию будут через железнодорожную станцию Благовещенск. Для этого в Преамурии запустили мультимодальный сервис. Суть в том, что из Поднебесной товар приезжает на машине по трансграничному мосту. После пересаживается на поезд. Первый такой отправили в Самарскую область. Сергей Варавка стал свидетелем события и разузнал все преимущества новшества. Этот груз приехал из Китая по автомосту Благовещенск Хэхэ. Теперь отправится на поезде путешествовать по России. Благодаря мультимодальному сервису. Следующего остановка станция Безымянка. Приволжский федеральный округ. В контейнерах одежда, автозапчасти, стройматериалы. Новшество не только ускорит доставку, но и поможет сэкономить. Это послужит увеличению контейнера потока, увеличение грузооборота по железной дороге и, как следствие, увеличение товарооборота между странами России и Китая. В последнее время мы видим, как развивается тренд на контейнерные поезда. Грузы доставляются именно в контейнерных поездах за счет высокой скорости доставки. Для клиентов срок доставки – это большой приоритет. Автомобильный мостовой переход через реку Амур, транспортно-логистический терминал и те мультимодальные сервисы от грузки контейнеров позволяют выйти фактически на новый уровень и сервис для наших перевозчиков. Работать сервис станет по направлению восток-запад и запад-восток. Сейчас из Китая прибыло больше 60 контейнеров. Все сразу отправить пока не получится. Перевозки запланированы раз в неделю, но китайские партнеры уверены – в будущем поток увеличится, благодаря развитию логистики. Здесь есть срожности. Например, у нас грузов очень большое количество, мы ходим к одним поездом, мост готовый, все готово. Вопрос только с Россией в сторону, наружные станции, терминалы не готовы. Поэтому мы сейчас ищем, кроме терминара парковища, еще какой-то терминар, чтобы можно оттуда тоже поезды делать. С открытием трансграничного моста открылись колоссальные перспективы в сфере перевозок. Так, чтобы увеличить грузооборот, рассматривают обустройство дополнительных площадок для отгрузки. Сложность в работе сервиса и в доставке товаров с автомобиля на поезд и наоборот. Поэтому есть определенная тенденция к развитию не только Благовещенского, но и Березовского и Восточного. Поэтому часть работ мы уже там выполнили, ну и соответственно эту работу продолжаем. На перспективу двух-трех лет большие объемы работ запланированы, чтобы сделать хороший мультимодальный сервис для нашего клиента. Доставлять таким способом планируют медтовары, продукты питания, косметику, автозапчасти. Задача на перспективу – отправлять один контейнерный поезд в сутки. Сергей Варавка, Виталий Антонюк, программа «Город». В Госдуме поддержали запрет на шумные ремонты в выходные и праздничные дни. Быть потише придется и тем, кто любит работать ночью и в сончас днем. Сейчас закон о тишине не распространяется на квартиры в новостройках в первые полтора года после их сдачи. При этом регионы вправе сами устанавливать допустимое время для громких ремонтов. С предложением ввести звуковую гигиену повсеместно обратились в Госдуму общественники. Они просят установить мораторий с 8 вечера до 8 утра и обязательный тихий час с 2 до 4 дня. В Госдуме отметили – инициатива обоснована. Но перед тем, как она станет официальной, специалисты, возможно, проведут корректировку допустимого времени. Всех, кто не только ремонтирует объекты, но и возводит их, чествовали в Амурской областной филармонии. Благодарственные письма от первых лиц города и области за высокий профессионализм и добросовестный труд получили самые отличившиеся. Торжество прошло в преддверии Дня строителя. В нашей стране второе воскресенье августа для миллионов людей является, наверное, самым важным и любимым праздником. Действительно, важность и значение строительной отрасли и ее мультипликативный эффект для экономики страны, конечно, сложно оценить. И очень здорово, что в этой отрасли трудится и работает очень большое количество уважаемых людей. Наш город хорошеет с каждым годом. Спасибо большое, уважаемые строители, уважаемые ветераны отрасли. Спасибо за ваш не легкий, но такой важный труд. В последние годы мы наблюдаем значительное увеличение темпов строительства. Мы видим применение новых технологий. Мы видим, что показатели национального проекта жилье исполняются. Сегодня в строительной отрасли Ивамурской области занято более 50 тысяч человек. Огромная мультипликация на все сферы экономики. На производство строительных материалов, энергетику, транспорт и логистику. Когда формируем бюджет, мы в первую очередь, конечно, закрываем социальный вопрос. Но в приоритете у нас стройка. Она будет профинансирована, как бы тяжело нам ни было. Благовещенские школьники помирились без подготовки с городскими полицейскими. Приседали и отжимались на территории Амурского кадетского корпуса. Там для участников летней смены лагеря сотрудники провели традиционную зарядку со стражем порядка. Амбассадором акции стал Роман Леденев, сотрудник ММО МВД Благовещенский. Неоднократный победитель спартакиады городов по хоккею с мячом. Чему он учил детей? Смотрите. Ну, нравится то, что тут пришли полицейские. Мы делали разные упражнения, там, на пресс, спину там разминали, туловище, руки, ноги. Мы размялись, и в данный момент у нас происходят мини-софеты в виде хоккея. А ты вообще сам играешь в хоккей? Нет, я не играю. Ну, я знаю, что это такое, у меня друзья играют, я просто не умею на гоньках стоять. Ну, а после этого, может быть, захочется поучиться? Может быть. Акцентировали внимание именно на тех упражнениях, которые используют профессиональные спортсмены при подготовке к сезону предстоящему. Ребята прямо видно, что кто-то первый раз взял, например, ту же клюшку, да, мы проводили эстафету. Видно, что они прямо захотели и после эстафеты изъявили желание прям заниматься, брать эту клюшку дальше. Конечно, мы в этом и поможем в дальнейшем на наших тренировках, на наших спортивных состязаниях. Так как акция проводится ежегодно, то мы стараемся охватить все учебные заведения, либо пришкольные лагеря, то есть стараемся менять расположение этих мероприятий, чтобы все дети успели поучаствовать в таких акциях. Акция. 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 Редактор субтитров А.Семкин